Здравствуйте! Вы смотрите Вести Ульяновск. С вами Анна Панова. И вот главные новости к этому часу. ВВС ждет ульяновские самолеты. Что еще обсуждали на Международном авиационном конгрессе? Расскажем в выпуске. Собрать деталь за 6 часов. В Ульяновске решили составить список топовых инженеров страны. Цены под контролем УФАС. В связи с санкциями ЕС антимонопольщики обещают следить за ситуацией на рынке. Сегодня в Ульяновске открылся Международный авиационный конгресс. Это часть уже успевшего снискать славу среди профессионалов и зрителей МАТФА. Австрия, Армения, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Дания, Чехия, наконец, Япония и Россия. Список стран-участниц можно продолжать долго. Открывали конгресс впервые исполненным гимном авиационной столицы. Уже третий по счету все такой же многолюдный и верят участники щедрые на контракты. Павильоны одного из двух ульяновских аэропортов на три дня станут оживленным местом для дискуссий самого высокого уровня. Тут встретятся российские и зарубежные эксперты в сфере авиации, самолетостроения и груза пассажирских перевозок. На конференциях уже в первый день все чаще звучит одна и та же мысль – заменить самолеты западной сборки в авиапарках российских компаний на отечественные. Ульяновского достаточно последовательно заявляет о нетерпимости нахождения в наших российских, как минимум, государственных авиационных компаниях самолетов иностранной сборки. Я всегда считал и считаю, что мы можем выпускать хорошие самолеты. Да мы и выпускаем хорошие самолеты по своим техническим характеристикам, если их поставить на серийное производство, ничем не уступающим. Ни по взлетной массе, ни по скорости, ни по высоте эшелона. Россия, заявляют эксперты, заинтересована в продвижении лайнеров производства Ульяновского завода. В частности, в серийном выпуске самолетов Ту-204СМ. Эта машина только на 1% состоит из иностранных комплектующих. Росавиация, конечно, заинтересована в том, чтобы наши авиакомпании летали на российских посудах с российской регистрацией. И мы всячески содействуем и оказываем ту поддержку авиакомпаниям, которые необходимы. Командующий военно-транспортной авиации ВВС России Владимир Бенедиктов во время пресс-конференции замечает, ведомство давно ждет ульяновские самолеты. И добавляет, он уверен, что контракт на 39 транспортных илов будет выполнен качественно и в срок. Мы этот самолет ждали. Мы его в ближайшее время надеемся в следующем году получить, серийно получить. Говоря коротко, мы переговорим с руководством предприятия. Совершенно понятно, что завод готов и более того готов наращивать мощности, объемы производства. Что, собственно, нам сегодня очень нужны и востребованы для военно-транспортной авиации. Ульяновский авиастар сегодня заключил три крупных соглашения. Завод отныне партнер регионального филиала ВИАМа, ульяновского ГИБРА авиапрома и НИАТА. На самом деле, это все три компании, которые мы сейчас работаем успешно по направлению 76-й машины. Основные задачи сейчас в этом направлении будут связаны с работой НИАТА и с работой ГИБРА авиапрома по созданию новой сборочной линии L76-7290. Часом позже в портовой особоэкономической зоне закладывают новый завод по производству бортовых кабелей. Общий объем инвестиций компании «Промтех» Ульяновск составит 240 миллионов рублей. В Ульяновске фирма уже делает авиационные жгуты, правда, пока на арендованных площадях. Как только на территории у аэропорта построят новый корпус, останется только перенести существующее производство туда. «Промтех» становится вторым резидентом ПОЭС, вышедшим на строительную площадку. Завод начнет работу уже в конце 2015 года. Сегодня на площадках МАТФО в основном одни конференции. Завтра на официальное открытие ждут Рогозина, Дворковича, Левитина и Ливанова. Второй день почти полностью отдадут проблеме импортозамещения в авиастроении. Под занавес в торжественной обстановке откроют бульвар Ильюшина в новом городе. Татьяна Герман, Денис Миронов. Вести. Ульяновск. Список топовых инженеров страны решили составить в Ульяновске. В рейтинг войдет сотни действующих профессионалов и студентов. Те, кто сможет доказать судьям свое мастерство в проектировании и моделировании. За компьютеры на площадке педагогического университета сегодня сели 250 соискателей со всей России. На чертежах макет деталей. Подобные в единую модель Екатерина собирает за день. Но на конкурсе время ограничили до шести часов. Здесь надеется только на опыт. За хрупкими плечами все же семь лет инженерной работы. Скорее, для меня это получение нового опыта. Потому что, в принципе, я не думаю, что в заданиях будет что-то новое. То есть то, с чем я не встречалась, например, в своей работе. Плечом к плечу здесь 250 профессионалов со всей страны. Это мастера инженерной графики, конструирования, а также авторы управляющих программ для станков с ЧПУ. Уровень сложности каждый выбирает сам. Решил попробовать свои силы. Мне просто интересно, насколько я силен в своих знаниях. Ну и посоревноваться. В совокупности будут расставляться коэффициенты. Они зависят и от сложности выбранного задания, и от времени выполнения, и от статуса участника. Поправочный коэффициент у студента существует. То есть у него тоже есть шанс получить звание лучшего, но с поправочным коэффициентом. Судить золотую молодежь обещают строго. Пока жюри составляет рейтинг лучших инженеров, работодатели подбирают кадры. У нас машиностроительный регион, и мы крайне нуждаемся в таких кадрах. И вот мы пригласили лучших из лучших сюда, в Ульяновск, чтобы наши работодатели в том числе могли выбрать себе топ 100 лучших инженеров. Поднятие престижа инженерных профессий и вовлечение талантливой молодежи в индустриальную сферу. Это главная задача. Топовые позиции озвучат на Международном авиатранспортном форуме. Золотая сотня инженеров получит ценные подарки и соответствующие значки. Лучших накрадят на площадке МАТФ 2014 уже завтра. Кристина Агафонова и Дамир Губеев. Вести Ульяновск. Запрет на ввоз в страну продуктов из США и стран ЕС не должен отразиться на цене местного продовольствия. Следить за этим среди прочих уполномочена и Федеральная антимонопольная служба. Уже сейчас ее специалисты проводят проверку сферы торговли, в частности рынка молока. В руководстве службы тем временем успокаивают. Несмотря на санкции, дефициты продуктов в области не наблюдается, как, впрочем, и заметного роста цен. В настоящее время обращений со стороны ритейлеров в управление не поступало. О том, что поставщики каким-то образом меняют или существенно повышают цены отпускные. Таких сообщений пока нет. Напомним о запрете на ввоз продуктов питания накануне объявили в правительстве страны. По официальным данным, в ввозимых крупах специалисты Росельхознадзора неоднократно находили карантинные сорняки, а в молоке, цитата, остаточное количество антибиотиков, соли тяжелых металлов и даже патогенные микроорганизмы. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Смотрите далее выпуски. Кто ограбил ювелирный магазин? Полиция разыскивает участников кражи в Заволжском районе. Кто на асфальтовой крошке в сады? В Ульяновске ремонтируют дороги в дачных товариществах. Эхо Первой мировой. В Ульяновске на выставке представили военное вооружение и обмундирование. Ювелирных дел криминальные мастера. В Ульяновске полицейские разыскивают молодых людей, которые совершили разбойное нападение на ювелирный салон в Заволжском районе. Двое неизвестных под угрозой травматического пистолета потребовали выдать им ценности. Работники предприятия успели нажать на тревожную кнопку. При этом охранник магазина получил ранение. Предположительно, из травматического оружия. Возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Требуется помощь ульяновцев. На вид 20-25 лет. Рост 170-175 см. Плотного телосложения. Волосы светлые. Был одет черная бейсболка, солнцезащитные очки черного цвета, серая майка, спортивное трико черного цвета с надписью белыми буквами на левой штанине, перчатки с обрезанными пальцами, кроссовки темные, черный рюкзак. Приметы второго нападавшего. На вид 20-25 лет. Рост 170-175 см. Был одет черная бейсболка, солнцезащитные очки черного цвета, черная толстовка с купюшоном, спортивные штаны черного цвета, кроссовки красные с белыми полосками. Уважаемые граждане, если вы владеете информацией о совершении данного преступления или узнали ли лиц, совершивших нападение, просим незамедлительно сообщить имеющуюся информацию по телефону 67 40 20 27 30 81. Вознаграждение и конфиденциальность гарантируются. Незаконный горный бизнес, уличная преступность, алкоголизация общества. На этих и многих других проблемах акцентировал особое внимание прокурор Ульяновской области Сергей Хуртин, который сегодня провел встречу с представителями федеральных и региональных средств массовой информации. В ходе подведения предварительных итогов работы за текущий период 2014 года отмечено, что особое внимание органы прокуратуры области уделили защите прав несовершеннолетних, особенно сирот, противодействию коррупции, охране интересов граждан в сфере ЖКХ. Более трех тысяч исков были направлены в суды в связи с невыплатой гражданам зарплаты. Семь руководителей лишились должностей. В результате предпринятых мер на сегодняшний день выплачено более 65 миллионов рублей. Также отмечено, что количество обращений в прокуратуру от ульяновца за последнее время возросло. За текущий период их число превысило 11 тысяч и более третий. Мы не можем утверждать, что состояние законности находится в идеальном порядке. То есть то, что если нарушения выявляются, подтверждаются, они допускаются конкретными лицами, конкретными должностными лицами, которые отвечают за тот или иной блок. Поэтому это первое. Второе, что все-таки, мне кажется, активность жителей и города, и области стала намного выше. Намного выше. В силу каких причин? Тут можно, наверное, по-разному говорить. Но, исходя из обращений, которые к нам поступают, мне кажется, появляется какая-то определенная уверенность в том, что люди могут найти защиту в тех или иных ведомствах, к которым они обращаются. Также на пресс-конференции подчеркнули значимость взаимодействия органов прокуратуры со СМИ региона. Это сотрудничество руководства ведомства признало весьма плодотворным. Так, за это время по публикациям и репортажам ульяновских журналистов было проведено 160 проверок. В результате выявлено более 300 нарушений. До конца нынешнего года Ульяновская область разместит на своей территории более 1700 человек, вынужденно покинувших территорию Украины. Для этого в регионе уже создано 5 пунктов временного содержания граждан. Еще один появится в Староманьском районе, а именно в селе Волосниковка. Здесь в нынешнем году в рамках программы оптимизации были вынуждены закрыть местную школу, в которой практически не осталось учеников. Здесь-то и появится еще один пункт временного размещения для жителей Юго-Востока Украины. Подбор объектов для пунктов временного размещения – это наша ежедневная работа. И мы рассматриваем практически объекты во всех муниципальных образованиях. И наш взор пал не случайно на те школы, которые закрывались именно в этом году, поскольку сохранена максимальная инфраструктура, пригодная для ведения хозяйства, жизнедеятельности, социально-бытового устройства людей. В настоящее время в помещениях ведется ремонт, завозится бытовая техника. В пунктах временного содержания граждане Украины пробудут 21 день. За это время они пройдут медобследование, а специалисты проведут необходимое оформление документов. Сегодня в Ульяновской области находится 300 человек, вынужденно покинувших территорию Украины. Многие уже изъявили желание остаться в России и занимаются поиском постоянного жилья и работы. Дороги в садовых товариществах продолжают благоустраивать. По решению городских властей, асфальтовая крошка, которая остается в избытке после ремонта основных магистралей Ульяновска, идет на отсыпку грунтовых дорог, в том числе и в СНТ. На эти цели в этом году всего планируется выделить одну тысячу тонн крошки. На сегодняшний день уже использовано 400 тонн, чуть меньше половины общего объема. Вот за мной находится дорога, которая была отсыпана, проведена, как говорится, в нормативное состояние, то есть для того, чтобы общественный транспорт доставлял садоводов на садовые участки. Процесс организован следующим образом. В течение года товарищества со всех районов Ульяновска подавали заявки на ремонт дорог в городской совет садоводов. Все они были рассмотрены и были выбраны наиболее проблемные участки, на которые летом и начали поставлять крошку. Техника выделяется бесплатно. Садоводам завезено на сегодняшний день пока в четыре общества. Это Вишневый сад, Малинка, Озон, Ветеран. И начали завозить черемушки. Сейчас остались у нас черничка, там еще много садовых товарищей. Городские власти обещают до начала сентября все работы по отсыпке дорог в СНТ Ульяновска будут завершены. И вывезти с дачных участков урожай садоводы уже смогут с комфортом. Эхо забытой войны 1914-1918 годы. В Ульяновском областном краеведческом музее сегодня открылась выставка, посвященная Первой мировой войне. Подробнее Любовь Фомичева. Выставка «Эхо забытой войны 1914-1918 годов» посвящена столетию начала Первой мировой войны. Экспозиция готовилась не один год. Открытие стало настоящим событием для нашего города и собрало немало людей, интересующихся историей. Эта выставка за всю историю нашего музея является наиболее масштабной по этой теме. Это впервые мы посетили такую выставку. Экспозиция построена по хронологическому принципу. В ней представлены два раздела. Первый посвящен Российской армии и боевым действиям на Восточном фронте. Второй раздел освещает повседневную жизнь симбирян того времени. На выставке представлено очень много подлинных, уникальных документов, отражающих основные этапы и аспекты Первой мировой войны. Редкие фотографии. Экспонируются предметы вооружения того времени различных воюющих стран. Обмундирование. Мы здесь в Ульяновске должны помнить, что каждый третий, четвертый патрон и чуть ли не каждая вторая шинель была пошита. Там был патрон на нашем патронном заводе, а шинель вот из нашего сукна делась. Так что мы в России, в Симбирской губернии, висла достойный вклад. Выставка является совместным проектом. Представлены не только экспонаты из коллекции музея, но и материалы Государственного архива Ульяновской области, Сенгелеевского, Кузоватовского, Сурского районных историко-краеведческих музеев. Музея революционной, боевой и трудовой славы Ульяновского патронного завода. К сожалению, история Первой мировой войны относится к малоизвестным страницам истории нашей страны. И каждая выставка, которая открывается, это все-таки шаг для того, может быть, чтобы эти страницы истории нашей страны становились все-таки более известными. Этот проект очень значим для нашего города, утверждают специалисты. Выставка «Эхо забытой войны 1914-1918 годов» продлится в Ульяновском областном краеведческом музее до середины ноября. Любовь Умчева, Герман Баранов, Вести, Ульяновск. Сегодня у православных христиан начался Успенский пост. Это единственный многодневный православный пост в честь Богородицы. Он завершится 27 августа, накануне ее Успения. Пост очень строгий, но сладкий. Сегодня во всех храмах прошел чин освящения воды и меда в благодарность Богу за новый урожай. Поэтому этот день в народе еще называют медовым спасом. В Ульяновске этот праздник отметили сегодня медовой ярмаркой на площади Ленина. Освященный мед у верующих людей приобретает особую и целебную силу. Участники же ярмарки учили покупателей отличать действительно качественный мед от продукта с примесями. Оказывается, достаточно развести один грамм меда в двух миллилитрах воды и капнуть туда йода. Если будет крахмал, мука или крахмальная патока, то, соответственно, будет разбор синить. Другой хороший способ оценить качество ценного пчелиного продукта – попробовать его на вкус. И большинство земляков доверяют этому незатейливому способу. Ну а теперь о погоде. В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо расти. Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью по области от плюс 12 до плюс 17 градусов. В Ульяновске – 13-15. Завтра днем по области от 30 до 35 градусов. В Ульяновске – плюс 32-34. В лесах центральных районов области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. По востоку и югу области – четвертый класс пожарной опасности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова